значит смотрите есть у меня вот такой look ascended что вам понадобится для того чтобы изменить статы вам понадобится globe of ectoplasm они добываются при разборе значит экипировки качество желтые и выше то есть если качество exotic вам практически гарантированно выпадает глоток глобов иктоплазм также вам понадобится anthology of heroes этот предмет вы можете купить у npc мияни она стоит в городе lion's arch рядом с mystic forge видите да вот mystic forge вот меня не подходите к ней и у нее вы можете купить вот он anthology of heroes покупайте за spirit shard и spirit shard и вам падают с разных активностей абсолютно также вам понадобится самое главное это инскрипция давайте с вами определимся чтобы вы не путались когда вы будете перекрафчивать именно какую-то броню вам понадобится инсигния когда вы будете перекрафчивать оружие вам понадобится инскрипшен и не путайте эти две вещи инсигния инскрипшен потому что инскрипшен для оружия инсигния для брони вот эту вот этот инскрипшен он делается при помощи крафта вы открываете свое крафтовое окно и здесь в рецептов у вас сейчас я его найду вайпер вайпер где-то вот он вот посмотрите вот таким образом для того чтобы его скрафтить вы видите что вам понадобится я не буду сейчас на этом углубляться сам рецепт вы можете купить по моему в тарире он продается то есть это вторая карта вторая карта heart of thorns вот это вот towering basin и вот здесь находится тарир когда вы освобождаете тарир если у вас доступно здесь телепорт вы можете телепорт и здесь и он писи тарире купить эту инскрипцию рецепт на нее значит прикинули до инскрипции есть антологию купили глоба эктоплазмы из разбора шмота и непосредственно само оружие нет лео я еще него я уже не в отпуске не сегодня ночную смену смотрите значит я кладу прясть да так функции окей ладно я понял вас меня предупреждает что изменится вид скорее всего так кладу оружие кладу инскрипцию кладу глоба эктоплазмы и кладу антологии героев нажимаю фордж посмотрите характеристики стали power precision condition damage и экспертайз это такие характеристики которые мне нужны для этого лука но если у вас он вдруг был трансмутирован да как у меня то есть я передал в другую внешку этому луку то это внешка с него спадет также я вам советую доставать из него все руны или если вы только создали допустим или только выбили его откуда-то с ненужными вам характеристиками не ставьте в него никакие руны и так далее все точно так же ребят если бы нам необходимо было трансформировать нашу броню мы положили сюда вайпер инсигнию глобой эктоплазмы и антологию героев который мы бы купили у меня не и мы также бы перекрафтили с вами вайпер характеристики наш с вами нашу с вами броню смотрите когда вы попадаете вот в эту локацию bloodstone фен вы можете пролететь вот туда там есть не писи которые продают экипера и ну ассендед бежу вот эту бежу я вам советую покупать ассендед потому что у нее можно потом перекрафтить все эти характеристики вот здесь есть непись видите он bound magic коллектор смотрите он здесь продает кольца он продает здесь амулет и он продает здесь бэкпэк то есть за спинный аксессуар при помощи вот покупая вот это вот во первых вы можете выбрать статы на вашей ассендед бижутерии покупаются они за он bound magic которые здесь разбросаны по всей этой карте и вы также будете добывать ее копая какие-то крафтовые здесь рез и и blood ruby это вещь который также может попадаться вам из крафтовых рез в здесь специальных они так и называются было трубе но также вы их получаете за прохождение различных ивентов и вот накопив их там допустим для кольца здесь 100 необходимые 2000 bound magic также здесь есть bloodstone capacitor вот эта вещица если вдруг вы как-то там под накололись и так далее да вы сможете сбросить характеристики на любом из этих аксессуаров которые вам необходимо вот эта локация открывается при помощи story journal living world season 3 она называется по-моему rising the flame если мне память не изменяет по-моему вот в этом вот вот через это она открывается я посмотрю by island нет по-моему я вам вручат посмотрим ладын стоун да по-моему вот в самой первой главе ребята она откроется за лавры все не все наборы стат можно получить если вы будете покупать за лавры там строго ограниченный вайпер вы не сможете за лавры вот кстати посмотрите вот он bloodstone кристалл скопая его можно рандомно получить себе blood ruby вот он видите мне выпал вот здесь blood ruby выпадает то есть один я себе и вот собирая их по карте вы себе здесь можете их нафармить 100 штук купить себе уже колечко и выбрать какие статы вам нужны для него и так далее вот значит следующие стримы у нас с вами будут на тему где взять ascended шмот также посмотрим я пытаюсь сейчас терра террористов найти то есть людей которые играют в терру сделать там посмотреть что в этой игрухе поменялось а вот ну и какие-то еще форматы впереди я тоже планирую аналитически я думаю что будет интересно вам тоже понравится по играм некоторую аналитику сделал спасибо большое друзья всем тем кто пришел на трансляции я желаю вам хорошего вечера следите за анонсами канала и всего вам доброго пока пока пока